добрый день с вами вновь анна на алиэкспрессе я заказала несколько очень интересных работ мне пришла сегодня последняя посылка и хочу вместе с вами все распаковать посмотреть есть тут и классическая алмазная мозаика не совсем классическая алмазная мозаика совсем не алмазная мозаика еще мы распакуем коробочку сюрприз вот такая обширная программа нам с сегодня предстоит сейчас я закончу снимать грязную упаковку с последней коробки и дальше будем смотреть что было заказано и в каком виде все пришло заказ пришел последним но именно с него я и начну свой обзор это картина в технике алмазной мозаики от компании китайской home fun довольно хороший производитель я у них уже делала заказы и нареканий по большему счету никаких не было ко мне всегда хватало даже с излишком и холст нормальный холст нормально клеевое покрытие открываем коробочку что у нас тут инструмент самый простой дальше достаем холст ох смотрите холст намотан на довольно толстый валик это просто великолепно значит не будет никаких сложностей с холстом с клеевым покрытием не будет никаких изломов отлично осталось внимательно рассмотреть камушки так вот вот наши камушки сейчас все посмотрим и здесь же есть вкладыш производитель не лениться делать вкладыш чтобы нам с вами было удобно работать и с таблицей и картинку видеть и камни у нас камни у нас круглые мне кажется я заказывала квадратные камни надо будет заказ при проверить но это чуть позже сейчас давайте более внимательно рассмотрим качество холста это важнее вот сейчас я холст полностью расстелю сниму вот это защитное покрытие и мы все с вами увидим и про печаточку посмотрим и покрытие само внимательно рассмотрим все и откроется вот что еще мне нравится у этого производителя хамфан то что у них очень большой ассортимент и работу вы можете просто подобрать по своему настроению вот как я выбрала этих котов я работала в тот момент над горным пейзажем и немножко устала от четких выверенных линий и от строгости и захотелось чего-то легкого веселого шаловливого на глаза попались коты я сразу и взяла хотя у них целая серия таких котов они без названия я бы этого кота назвала кот танцующий танго ну посмотрите какой шикарный котяра и кошечка ему под стать смотрите щечки зарумянились но сюжет огонь я немного отвлеклась нам нужно оценить качество холста смотрим внимательно пропечатка здесь отличная все значки видны и различимы проблем никаких не будет клеевой слой на холсте в целом хороший есть небольшие такие ну скажем неровности на клеевом покрытии но это очень мелкие такие тоненькие полосочки вот так вот вам наверно видно они очень легко удаляются с помощью стеуса и так вот мы рассмотрели теперь давайте вернемся к более подробному рассмотрению камней открываем нашу упаковочку весь вот наш вкладыш очень хорошая цветовая палитра здесь всего 43 цвета и работой 50 на 40 то есть довольно большая работа и и хорошая цветовая гамма много разных тонов будет прекрасно смотреться камни в шуршалках я пересыплю в зип пакеты все таки я больше люблю работать с зип пакетами чем с коробочками и потихонечку начну выкладку буду вам отчитываться как проходит работать ну а сейчас двигаемся дальше следующая работа которая хочу вам показать тоже приехала ко мне из китая и как ни странно вот в таком вот пакете добралась благополучно ничего не сломалась несмотря на то что упаковка ну ужасно обычный такой вот упаковочный пакет никакой защиты но все приехало очень здорово в целости и сохранности это у нас елочка елочка с подвеской на мой взгляд очень интересная получается композиция высота этой елочки 29 сантиметров она пластиковая и выставляется вот на такое основание вот смотрите на так вот ставится крепится та елочка да вот она держится не хочет сейчас минутку держится и подвешивается вот такая красивая игрушка здесь у нас семья сов папа мама и маленький совенок все это будет выложено камнями тразами блестящими и подвешено вот так елочки на вот этом золотом шнурке на мой взгляд будет очень здорово смотреть шикарно просто как я уже говорила елочка сама пластиковая 29 сантиметров клеевой слой нанесен прямо на пластик и закрыт вот защитной пленкой давайте рассмотрим камушки которыми вся эта красота будет выложена камушки конечно здесь все горят и ливаются ну как и должно быть на новогодние ямки очень яркие сочные давайте мы посмотрим что тут у нас сколько цветов не могу сказать надо считать смотрите здесь спецтразы вот такие большие спецтразы ой какая красота жемчужные золото как листики такие стразики вот разных оттенков сколько тонов вы посмотрите много ну красота вот первое что я возьму в работу это вот эту елочку обязательно надо создавать себе уже новогоднее настроение очень красивые камни очень будет работа смотреться великолепно и конечно как любой алмазной мозаики идет набор инструментов это стилус лоточек и гель для стилуса следующая работа на очереди это уже классическая алмазная мозаика производитель хуакан и новогодняя тема продолжается раскрываем так что у нас тут инструмент инструмент хуакановский хороший инструмент большой лоточек хороший пинцет стилус и гель для стилуса дальше что-то не достается холст холст намотан на валик и покрыт еще дополнительно пленочкой здесь же мы видим картинку которую будем выкладывать это рождественский венок и камушки под наши камни здесь много цветов но вы знаете вот по сравнению с буйством красок елки предыдущей работы смотрится как-то бледноватенько и такие яркие сочные но это же не елочное украшение это пинок рождественский давайте мы его посмотрим более внимательной много цветов это работа 40 на 40 сантиметров и цветов здесь ну наверно тоже около 40 много разных оттенков и они блестят переливаются как и положено блестеть алмазом просто когда вы видите стеклянные камни которые просто горят огнем это кажется бледноватенько вот на холсте веночек который я хочу выложить ну к сожалению только на холсте этот производитель конечно замечательный производитель флакан но они себя не утруждают делая дополнительные вкладыши все картинки только на холсте теперь давайте оценим качество самого холста открываем защитное покрытие пока все очень даже достойно отличный клеевой слой не даже мелких погрешностей прекрасно а по сюжету вот если посмотреть это рождественский венок да но в центре не санта клаус не снеговик а вот посмотрите котики целуются и игрушки на венке тоже котики ох что-то меня на котиков потянуло замечательный сюжет и должна получиться интересная работа небольшая повторюсь работа 40 на 40 сантиметров где-то около 40 цветов рождественский венок прекрасно будет так убираем мозаику и следующую работу которую хочу вам показать совсем не алмазная мозаика это вот такой ромбокс или кукольный домик я восторгаюсь людьми которые делают модели домов машин мотоциклов макеты целых улиц макеты железной дороги это искусство которое требует больших душевных затрат огромного терпения но и безусловно таланта знаю что у меня никогда не получится сделать ничего подобного вы знаете увидев вот на алиэкспресс вот такой вот набор сделай сам домик под стеклянным колпаком ну я решила попробовать надо в конце концов расширять горизонты почему бы нет надеюсь внутри есть все необходимое и подробнейшая инструкция давайте уж наконец таки откроем ну вот мечты сбываются купол не достать а это что цветочек какой-то но у меня все уже не будет все в общем я знаю вот я думаю вот 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 И вот она долгожданная инструкция на самом дне. Давайте откроем, посмотрим, что у нас здесь в описании. Красивый домик, конечно, должен получиться. Заборчик у него красивый. Ладно, посмотрим. Здесь идет описание всех запчастей, назовем это так. Да, я это все видел. Кроватка собирается, запчасти для кроватки. Камина, деревья, заборчики. И еще, я так понимаю, свет будет зажигаться внутри этого домика. Ну, вообще, конечно, интересно должна быть. Такая работа необычная. Я такого еще никогда не сделала. Ну, почему бы нет? Почему бы не попробовать? Что тогда получится? Такой купол и основание. Основание, на котором все будет у нас крепиться. Это пластиковое основание. А куда интересно вставляется? А, вот, наверное, отверстие, куда будет вставляться приборчик, который зажгет свет. Ага, вот так вот ставится купол. И там внутри выстраивается вся конструкция. Интересно. Чего не сказать? Интересно. Интересная будет работа. Это вот у нас основной домик. Крыша из цветочка. Это, наверное, жилец домика. Это, я не знаю, что. Это деревья. Песочек или камушки. И вот такой приборчик, который зажигает у нас внутри свет. Это еще деревья или кустики. Вот все запчасти, которые были внутри в этом наборе. Посмотрим, что у меня получится. Я буду стараться, и у меня есть желание эту работу к Новому году закончить. Ну, а там уже как пойдет. Сейчас я все это уберу. У нас осталось распаковать коробочку сюрприз. Почему так называется коробочка сюрприз? Это подарок моих любимых Наташи и Филиппа. И я несколько побаиваюсь этого сюрприза, пометуя алмазную мозаику горный пейзаж. Вот эта сама коробочка. И судя по размеру коробочки, там сюрприз тоже такой небольшой, что не может не радовать. И еще на скотче, которым перемотана коробка, написана радуга бисера. Скорее всего, там что-то бисерное. Я немножко вышиваю бисером, но, наверное, мне решили подарить какую-то вышивку из бисера. Но все равно страшновато. Ладно, открываем. Все готово. Открываем. Открываем. Это что? На картинке какой-то браслетик. Что-то непонятное. Надо вскрывать пакет. Вскрываем. Дальше. Я так понимаю, здесь не один набор, а два. Так, какая-то елочная игрушка снегирь. И второй набор. Это что у нас? Достать. Это у нас браслетик. А, это подарок. Производитель положил вот такой набор браслетик в подарок. Ну, что ж, пусть будет. Хотя я не умею абсолютно плести бисером. И для меня это все темный лес. Ну, почему нет, попробуем. А вот это уже интересно. Давайте посмотрим более подробно, что у нас в этот набор входит. Мы его сейчас распакуем. Так. Новогодняя игрушка. Ага, это у нас как бы основание, наверное, на которое клеится. Вот эта ткань. На которой будет вышиваться и потом вырежется игрушка. Я так понимаю, это две стороны одной игрушки. Вот они. С одной стороны у нас будет снегирь, а с другой стороны снеговик. Вот уже такой готовый результат. Ну, что ж, очень даже интересно. Спасибо большое за подарок. Забавненько сделать вот такого интересного снегиря и снеговика. Двухсторонняя игрушка, вышитая бисером. Прекрасно, прекрасно. Очень так. Будет интересно ее сделать. Да. Это у нас бисер. Что-то я не вижу иголочки для бисера. Обычно в наборе всегда идет. Может быть... А, да, вот она. Вот иголочка для бисера. Замечательно. Кто-то там шуршит, стучит. Это что, еще один сюрприз? Ну, давайте-ка посмотрим, что там. Мягенькое вроде. Мне надо открыть, посмотреть, что там такое шуршит. Да, нет ничего. Никакого сюрприза больше нет. Стучало же что-то. Ладно, пусть стучит дальше. Это наполнитель у нас для самой игрушки. Бисер у нас черненький. Такой красненький для грудки. Голубой для фона. Еще один бисер. Еще голубой. Какой-то другой красный, синий. В общем, интересные цвета. Вот их сколько. Все такие яркие. Красиво должно получиться. Обязательно к Новому году нужно успеть сделать. Планов много. Один другого амбициознее. Пора писать жесткий план работы. Я совсем забыла о подарочном наборе от производителя. Это вот такой маленький наборчик. Браслетик. Бисероплетение. Я никогда не плела ничего из бисера. Но надо же расширять горизонты. Поэтому будем пробовать. Давайте мы его сейчас раскроем. Надеюсь, там инструкция тоже будет. Так, инструкция действительно есть. Но, честно говоря, как-то, как-то, вот как темный лес. Есть бисер. Есть иголочка. Ну, будем пробовать. Ну, а если совсем уже будет плохо, запрошу помощь зала. Ссылочки на все работы, которые я сегодня вам проанонсировала, найдете внизу под видео. А у меня на сегодня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ведь впереди еще так много интересного. И чтобы ничего не пропустить, обязательно поставьте колокольчик. Увидимся. Пока-пока. Ваша Анна. Субтитры сделал DimaTorzok